всем доброе утро у меня утро клевое потому что сильный дождь обожаю я могу часами слушать и смотреть на дождь воздух обалденный запах дождя и деревня супер села я позавтракать приготовила себе вот такой вот омлетик мешаный зеленым укропчиком все возможными персами я очень люблю все перченое кусочек белого хлеба и мне приятного аппетита и знаете у меня такая привычка когда я сажусь есть я включаю телефон и захожу смотрю своих друзей на ю тубе и не только захожу я ко многим и крутым и не очень ну и конечно же к начинающим и одна из них это я скажу про одну девочку милая блондинка настя такая позитивная добрая открытая девушка ее очень интересно и приятно слушать конечно же семейный блог дети короче жизнь как она есть заходите к насти поддерживайте ее и оставайтесь я буду завтракать кстати люблю только омлеты рулетики яичные вот жареную вот например жареные яйца или там вареные я не очень омлет это круто вкусняшка так что все я буду завтракать и смотреть своих друзей постирала свои любимые кроссовки и еще до стирки у меня случилось такое недоразумение на одном и на другом башмаке в одном месте вот так немного отошло хотела по-бырому заклеить но к сожалению дома не оказалось никакого клея есть только горячим поэтому я буду пробовать горячим клеем если не получится то конечно же куплю какой-нибудь супер момент и буду ремонтировать у меня вообще обуви предостаточно можно даже сказать много но эти вот прям самые самые любимые они подходят под все очень удобные в них так комфортно силиконовая подошвочка короче я в них влюблена и вообще знаете есть вещи которые надолго задерживаются вот это этот вариант буду ремонтировать и носить до самого не хочу и вообще у меня сегодня творческое настроение я вот здесь вот кое-что приготовила буду творить обязательно вам покажу и на кухне я тоже буду творить сегодня будет по новому рецепту кекс поэтому оставайтесь со мной и как всегда наблюдайте я очень люблю работать с коробочками всякими разными большими маленькими и из-под обуви веревка шпагат вообще эта тема мне вкатывает веревочная и коробочная и вот есть две у меня вот такие из-под чая коробочки я иногда покупаю такой чай очень удобные вместительные и сейчас них я и буду творить что с этого получится вы конечно же увидите но а для чего узнаете тоже позже и конечно же проще купить потому что сейчас в магазине чего только нет но я иногда люблю делать своими руками сама я от этого просто балдею что я еще из коробок мастерю вот например вот эта коробка для хранения средств для стирки такая вот симпатичная и для порошка и для порошка тоже я делала такую вот коробочку все очень аккуратно вместительно сюда пересыпаю порошок который уже заканчивается и вот так вот на машиночке она стоит очень удобно и красиво у меня получилось заклеить все в одну секунду присобачивалась я довольна и посмотрите все очень плотно надежно крепко но только не знаю насколько это хватит но в любом случае я их спасла и результат налицо отлично вообще горячий клей это вещь все я молодец я склеила две коробочки вместе двухсторонним скотчем вот буквально одна палочка посередине этого будет достаточно и получается открывается с одной стороны и открывается с другой стороны такая вот коробочка из двух маленьких получилась одна большая и сейчас снизу до верху вот до этой открывашки в круговую я буду клеить веревочку коробочка моя готова все легко и просто времени у меня ушло где-то полтора два часа не больше обклеила в круговую веревкой крышечки тоже по бокам сделала веревкой оставила вот такие кисточки здесь пришлось поизгаляться чтоб закрыть все участки картона на дно я приклеила плотную черную ткань сверху тоже и вот такое у меня украшение желуди когда мне пришла такая мысль я сразу вспомнила сказку про золушку три орешка ну вот такая вот двухсторонняя мне кажется удобная получилась коробочка ничего лишнего оригинально стильненько но может быть не супер-пупер забубенная не совсем точная идеальная но хорошая идея своими руками очень душевненько на кухне будет смотреться очень стильненько красиво здесь можно хранить хороший чай или какие-нибудь специи как я это хочу сделать такая вот прям мне кажется все сочетается черная с молочным эти желуди короче сама себе не похвалишь как говорится так что я довольна своей творческой работой пойдемте готовить кекс по новому рецепту вот так вот хранятся мои специи приправы какой-то пластмассовой коробочке уже сколько очень долго времени все руки не доходят вот такое вот безобразие сейчас буду все перебирать и складывать вот в такую красивенькую ну что начинаю замес тесто делаю я это первый раз поэтому вы будете свидетелями что с этого получится берем 3 яйца комнатной температуры добавляем 100 грамм сахара и взбиваем в белую массу вот такая вот получается пенка но у меня она не совсем белая потому что очень яркие желтки и добавляем 100 миллилитров растительного масла и опять взбиваем после того как размешали растительное масло миксером добавляем 200 грамм картофельного крахмала кукурузный не подойдет и обязательно просеянный добавляем в него разрыхлитель 10 грамм ванилин или ванильный сахар и просеиваем и сейчас надо перемешать опять миксером секунд 20 короткими движениями должно получиться жидкое льющееся тесто вот такое кекс будет вкуснее если мы добавим цедру лимона готовлю форму заселенной пергаментной бумагой выливаем тесто у меня наверное не получится шибко высокий потому что форма большая тесто распределила потрясла и сейчас отправляю его в духовку на 180 градусов минут на 40 и во время выпечки естественно духовку мы не открываем время прошло вытащила я кекс он потрескался и вообще какой-то у меня получился горбатенький и сейчас его надо остужать к верху дном мне нужна была опора я вот придумала вот такие вот формочки и сейчас его переверну ну вот как-то так освободила от формы сейчас буду посыпать его сахарной пудрой вот так и разрежем ой режется вообще очень легко и прям чувствуется что внутри он очень хорош я уже он кусочек слопала и смотрите какой он такой очень легкий похож внешне на бисквит но вкус такой необычный очень рассыпчатый тает во рту но мне понравилось просто он у меня не совсем высокий но очень вкусный так что готовьте с удовольствием и наслаждайтесь хороший рецепт не понравилось ой смотрите его даже напрягаться не надо ломать только дотрагиваешься смотрите и все и кусочек у тебя в руках лимонная цедра офигенно вкусный кекс но и